Ола Амигас, на связи Матвей. И сегодня я вам хочу рассказать про очень малоизвестную, но при этом важную часть игры в КРМП Мобайл Блэк Раша. А точнее, я имею ввиду военный билет. Что вы знаете вообще про военный билет в нашем КРМП? Зачем он нужен? Как его получить? Проще говоря, на эти вопросы я вам подробно отвечу в данном видео. Специально для этого ролика я опросил не одного опытного игрока в нашей КРМП, и они мне всё в подробностях рассказали про военный билет. Ну и я готов поделиться с вами данной информацией. А поверьте мне, если вы хотите быть востребованным и авторитетным игроком в КРМП Мобайл Блэк Раша, военный билет вам понадобится 100%. С помощью него у вас открывается много новых возможностей, знакомств, вакансий и тому подобного. Обо всём этом мы поговорим в сегодняшнем видео. Но перед тем, как мы начнём, если вы впервые на моём канале, если вы так же, как и я, играете в КРМП Мобайл Блэк Раша, обязательно оформите подписку. Тут вы сможете найти, возможно, лучший контент по нашему КРМП во всём СНГ. Но если вы по каким-то причинам до сих пор не играете в это лучший КРМП во всём мире, то я вас вообще не понимаю. Сейчас, да, именно сейчас перешёл тот самый момент, когда тебе стоит скачать КРМП Мобайл Блэк Раша. По первой ссылке в описании совершенно бесплатно на любое андроид-устройство. Да, в отличие от Фортнайта, данная игра оптимизирована, и её потянет даже самый древний андроид. Сама установка займёт не более одной минуты и требует не более двух нажатий. Не всё же время играть только в один Фортнайт, надо иметь какое-то игровое разнообразие. А КРМП Мобайл Блэк Раша — великолепный способ расслабиться после напряжённой игры в Фортнайт-арену. Ну или просто поугарать с друзьями. Также, если именно ты хочешь поиграть в КРМП Мобайл Блэк Раша вместе со мной, то обязательно добавляйся в нашу беседу, группа канала ВКонтакте, ну или на наш Дискорд-сервер. Ссылку на это всё ты найдёшь в описании. Именно там ты сможешь найти меня, мы обязательно спишемся и обязательно вместе поиграем. Я, кстати, играю в основном на лайм-сервере. Также теперь я читаю именно трёх пользователей, которые первые оставили комментарий под последним видео. На этот раз огромное спасибо Сейдену, у Лёлика и Жареной Пиццы. Очень рад, что смотрите мои видео первыми. Если ты хочешь пополнить данный список, то обязательно одним из первых комментируемое следующее новое видео. Ну а для этого тебе надо подписаться на канал и включить уведомления. Надеюсь, вы меня поняли. И давайте, наконец-таки, перейдём к сегодняшней теме, а точнее посмотрим, что же это за загадочный военный билет, какие преимущества он даёт в нашем КРМП и как его вообще можно получить. Ну, вообще, я уверен, каждый из вас знает про лицензию на оружие. Фактически, военный билет похожий документ. Военный билет тоже можно приобрести, купив у какого-нибудь уполномоченного игрока в администрации вашего округа. Про цену говорить точно вам не могу, потому что здесь цена на военный билет может варьироваться от 50 тысяч рублей до целых 100 тысяч рублей. Потому что каждый уполномоченный игрок может продавать вам военный билет по цене, которая ему нравится. Ведь если смотреть на этот процесс с точки зрения РП, то он является нелегальным. А здесь никаких правил и установлений не существует. Ладно, с этим мы разобрались. Что насчёт того, какие привилегии даёт данный военный билет? Дело в том, что официально на Блэк Раша существует две фракции. А именно правительство и бандиты. В принципе, они очень сильно между собой похожи и сильно также связаны. Просто если мы говорим про правительство, то тут все процессы происходят официально, на уровне, так сказать, законов. А бандиты это, по сути, всё, что связано с нелегальным. То есть здесь вам не обязательно получать какие-то удостоверения. Вы тут всё, в общем, промышляете без официальных руководств. Во всякие ОПГ, в общем, вы не можете официально попасть только по распоряжению сотрудников данного ОПГ. Ну а также бандиты связаны с бизнесом и тому подобным. Но сегодня не об этом. В общем, если вы хотите, чтобы ваша профессия в нашем КРМП была связана с правительством, то есть с правом, то вам 100% понадобится военный билет. Военный билет нужен, например, для того, чтобы устроиться на работу в правительство, ну или там на работу в полицию. И, естественно, это очень большой буст для вашего дальнейшего развития, потому что, как мы знаем, в праве, то есть в правительстве, если вы будете работать, то у вас есть 100% карьера, которая имеет большие перспективы. В плане, если вы будете хорошо и усердно работать, вы можете стать даже главой вашей области. А это можно уже считать потолком вообще всех любых профессий, которые только есть в нашем КРМП. Опять же, хочу напомнить, что военный билет будет давать вам преимущество в работах в сфере права и правительства, но никак не связанных с чем-то нелегальным, по типу всяких ОПГ, семей и тому подобного. Опять же, все равно на военный билет для начала надо как-то накопить, как минимум, 50 тысяч рублей. Вы можете начать карьеру в своем нелегальном мире, ну а потом замять это криминальное прошлое и начать работать на право и правительство. Как один из вариантов, данная идея работает и пользуется большой популярностью в нашей игре. Также хочу сделать небольшую заметку, что под правом и работой правительства я имею все сферы, связанные конкретно с обороной, с управлением конкретных областей и тому подобного. По типу работы в Госдуме, работы в полиции, работы в военной части. Все это входит в право. Ну и в принципе, это все, что вы должны знать по поводу военного билета. Огромное спасибо вам за просмотр. Если вы досмотрели этот ролик до этого момента и до сих пор не поставили лайк, обязательно сейчас же это исправьте. Я старался. Обязательно пишите в комментариях, что именно вы знаете по поводу военного билета. Может, это видео смотрит кто-то тот, кто работает в праве. Будет интересно узнать еще какие-нибудь подробности, если я забыл что-то рассказать. Ну а по традиции с вами, как всегда, был Матвей. Аста луэго.